Потому что солдаты воюют в бедственных условиях, оказалось невозможно. Несмотря на цензуру, все чаще в эфир прорывается информация о массовой гибели мирных людей. А сегодняшняя новость об окружении тысяч солдат взбудоражила всю страну. Антон Лядов подробней. Залпы градов, танки, минометы, бойцы народной самообороны ведут наступление на силы украинской нацгвардии в Донецкой области. Шаг за шагом ополченцы разносят позиции украинских силовиков. Сегодня им удалось установить контроль над селом Мариновка. А это означает, что южный котел, в котором оказались части украинской армии, захлопнулся. Ополченцы отрезали пять тысяч украинских силовиков от базы в Амвросевке и теперь движутся в сторону российской границы. Единственный шанс выжить у украинских военных – это либо сдаться ополчению, либо интернироваться на территорию России. А судя по информации, которая приходит от бойцов 72-й бригады, которая и оказалась в кольце, киевское командование их и вовсе бросило. От одной роты, из колонной роты осталось 35 человек и одна единица техники. А пока тут должно быть 10 единиц техники и 90 человек. Нахожусь между Свердловском, Красно-Партизанском и Звалино. У нас осталось человек 400. Есть почти 800. Масмедия пишет, что все нормально, и мы отступаем уже в четвертый день. Команда выводить нас нет, у нас тут пьют как кушечное мясо. Так пусть хоть один сюда приедет, и тут просить не хотя бы сутки. Несмотря на все попытки Киева скрывать свои неудачи, информация прорывается. Вот сестра бойца 79-й аэромобильной украинской бригады дозвонилась на местное телевидение. Он сказал, что я могу сказать только сколько людей могут держать, я уже он сказал, что около 40. А раненых и погибших они не считают. Близкие и родные бойцов сейчас делают все, чтобы не пускать своих детей, мужей и отцов на войну. Киеве матери военных сегодня пикетировали здание администрации президента с требованием остановить силовую операцию в Новороссии. Что у вас случилось? Один собрал их! Сына собрал их! Трое детей! Трое детей! Трое детей малых! Язва, желудка, готовить гниловые консервы! Верните мне папу! По словам самих силовиков, украинская армия сейчас находится в разбитом состоянии. В их лагерях нет еды и оружия. Питьевую воду распределяют по одному литру на человека. Как утверждают специалисты, именно по этой причине силовики регулярно наносят неграмотные удары, губя десятки и сотни мирных жителей. Это поселок Дмитровка, Донецкая область. За что люди добрые? За что остались в Олимпусе? Несколько минут артиллерийского обстрела украинской нацгвардии и здесь кончилась жизнь. Погибли 10 человек. Раненых считать не успевают. Улицы, изрыты воронками, дома превращены в пепел. Здесь жил водитель Виктор Александрович со своей женой, учительницей начальных классов. Вот так он, видать, улетел сюда. Там труба была. Он сюда улетел. В Снежном, что в 20 километрах от Дмитровки, тоже разбирают завалы. Дома разрушены в щебень. Авиаудар пришелся прямо по центру города. Вот человека зажало между плитами. Он скончался на месте. Казалось, выживших под осколками нет и быть не может. Но вдруг появляется надежда. Спасатели слышат крик ребенка. Тручечка, ручечка. Да, плоти, гонки канет. Тихо, живу. Все. Тихо. Богданчик, а ты можешь больше вылезти? Влезь, влезь, влезь. Авиаудар застал маленького Богдана дома, когда он спал. Больше часа его пытаются вызволить из-под бетонной плиты. Ее поднимают с помощью крана. Риск огромный. Кусок перекрытия может оторваться в любой момент. Но вот уже видна правая рука Богдана. Спасателям удалось надеть ему на голову каску, чтобы защитить от осколков. Его достают из-под обломков и отправляют в больницу. Мальчик в шоке. Не может говорить и, кажется, теряет сознание. Всего этого Киев не признает. Украинские СМИ, как по разнарядке, сообщают, обстрел Снежного был произведен неопознанным объектом. Вот в снаряд воронка попала одна. Налоговой с той стороны нет. Эта воронка явно совершенно крупнокалиберного боеприпаса. Судя по характеру вывола грунта, по размерам воронки, судя по всему глубине, порядка 2-2,5 метров, по диаметру этой воронки, можно предположить, что эта воронка образовалась в результате попадания боеприпаса калибром не менее 200-300 килограмм. А вот и осколки самих боеприпасов. Учитывая, что толщина фрагмента снаряда примерно 3 сантиметра, длина уцелевшего куска около 40, а также беря во внимание характер металла, можно сделать вывод, что Снежное уничтожали фугасной авиабомбой крупного калибра ФАП-250, сброшенной со штурмовика Су-25. Под крыльями у этой машины тонны смерти, самонаводящиеся и неуправляемые ракеты. Именно Су-25-й украинская армия регулярно применяет для работы по городам. Сегодня появилось подтверждение. Киев намеренно скрывает, кто стоит за этим обстрелом. Вот эпизод программы канала 112. Интервью дает жительница Снежного. Как только она начинает рассказывать о том, что авиаудар нанесла именно украинская армия и произносит фамилию Порошенко, ее уводят из эфира. Я хочу спросить у Порошенко, за что? За что? Мне 60 лет вчера было. За что? Скажите, за что? Это дом построен был. Сначала убирают звук, а потом и вовсе ведущие, сидящие почти за тысячу километров. В студии в Киеве, намекая на то, что ему лучше известно, кто вел обстрел, ставит слова жительнице и корреспондента под сомнение. Говорят, это был обстрел с украинской стороны. Кто это был на самом деле, мы будем выяснять. Несмотря на неудачи и колоссальные потери, силовики готовят очередную фазу карательной операции. Видимо, в погоне за тем, чтобы покорить Луганскую и Донецкую области, Киев сейчас готов залить Донбасс кровью, причем своих же военных. Антон Лядов, Илья Косторнов и Мария Изенцова. Вести. Продолжение следует...